Прежде всего отмечу, что русский вариант слова Верховный суд, религиозный суд, который был у нас во времена храма, называется у нас Сангидрин. Но греческие переводы писали синедрион, поэтому надо привыкать говорить правильно Сангидрин. Но, конечно, не в этом суть дела. Еще замечание у меня более общего плана, очень важное, прежде чем я отвечу на Ваш вопрос. Не совсем точно Вы описываете ситуацию. Вы правильно пишете, насколько я понимаю. Но Вы неправильно понимаете. После построения третьего храма тоже будет Сангидрин, Вы пишете, и все будет, так сказать, смертный приговор и так далее. Этого не будет, потому что третий храм, его строительство – это не строительные работы. Его строительство – это символ того, что мы прошли 6 тысяч лет. Сразу отмечу, что 6 тысяч лет – это не 6.000, это может быть за 100 лет до 6 тысяч лет. Если мы посмотрим в календарь, мы поймем, что мы уже близки, осталось 200 с чем-то лет. Это может быть завтра, и может быть через 70 лет, и может быть через 150 лет. Но вот все понимают, осталось меньше 300 лет ждать этого, что мы завершим нашу работу. Причем регулятор на небе существует. Если мы будем ленивы и не очень умны, и будем противиться завершению этой работы, то есть легкие средства, они очень болезненные, они очень легкие у Творца. Это создать ситуацию, когда все вокруг выглядит трудным, в чем-то глупым, в чем-то мерзким и так далее, и так далее. И куда ни посмотришь, видно, что спасение ниоткуда тебя не ждет. Тогда, естественно, обратиться к Творцу. Этот уровень, когда совершенно все не идет, не работает, все теории перепробованы, все системы сделаны, толку нет, это явно переход из 6-го в 7-е тысячелетия. Потому что 6-е тысячелетия – это бытовая жизнь. В разных смыслах этого слова. Это может быть очень даже высоконаучная жизнь, запуск спутников, какие-то атомные водородные бомбы, все, что наука. Но это все бытовая часть жизни. И когда мы увидим, что мы сталкиваемся с тем, что все пробуксовывает, страна не движется никуда, народ не движется, спасение ниоткуда не приходит, и понимаем, что есть только один источник спасения – это Всевышний. И это значит, что мы достигли уровня понимания, который требуется в завершении 6-го тысячелетия. Но это вот, если мы будем ленивы и неумны, а если мы будем как раз не ленивы, и с разумом подойдем, и с сердцем, то мы без трудностей к этому придем. И не надо будет наставить ситуацию, когда тупик. Так, это, конечно, хороший вариант. Будем надеяться на хороший вариант. Так или иначе, переход в 7-ое тысячелетие уже не будет связан с материальным миром полностью. Будет связь немножко другая, о чем я сейчас скажу. И поэтому не нужен будет ни сангидрин, ни другие какие-то явления материального мира. Поэтому ваши впечатления о наказании за нарушение субботы и прочее, впечатления, как говорится, яркие, но не к месту. Этого не будет. Потому что никому в голову не придет нарушить субботу, когда уже позади такое понимание, что есть только Творец, и никого кроме Него, и только Тора, и ничего кроме Торы. Поэтому никому в голову и не придет нарушать. Поэтому не будет той проблемы, которую вы описали. Попутно, скажем, ну, скажем, любопытство человека и любознательность, так и так, конечно, будет подталкивать к тому, а что будет потом, а что будет после 7-го тысячелетия. Как вы знаете, мы не любим говорить об этом. Во-первых, у нас нет возможности понять, что будет, потому что мир будет другим принципиально, материальных проблем не будет. Не будет проблем, связанных с материей. Это в 8-м тысячелетии. В 7-м еще будет, но все истончено, все прозрачно. Это не наша жизнь сегодня, будет другая жизнь. А в 8-м тысячелетии совсем другое. Я дам только пример. У нас существует пример, модель такая, которая позволяет чуть-чуть понять, что такое 8-е тысячелетие. Это 8 дней Хануки. Праздник Хануки продолжается 8 дней. Суть его, этого праздника, что мы отмечаем такое удивительное явление, когда у нас было в храме оливковое масло, которое должно было гореть один день. Мы его зажгли, и оно горело 8 дней. То есть, это символ 8-го тысячелетия. Законы природы не работают. Потому что то, что один день гореть, это по законам природы. Налил столько-то, столько-то оливкового масла, фитиль, зажег, и это должно гореть, допустим, 10 часов, как это бывает в начале субботы. Многие, особенно в Израиле, пользуются светильниками с этим, с оливковым маслом. Вот. А там это было в храме, и вместо одного дня горело 8 дней. Это намек на 8-ое тысячелетие. Законы природы уже не работают. Так что нам для понимания этого достаточно. Хотя будем знать, что не работают законы природы. Но это будет 8-ое тысячелетие. И тогда вопрос, чем будем заниматься в 7-ом тысячелетии, а потом скажем про 8-ое. В 7-ом тысячелетии, когда еще материя будет прозрачной, но она, по крайней мере, будет, память о ней будет, потому что законы Торы надо будет выполнять для того, чтобы завершить работу этого 7-ого тысячелетия. работа заключается в том, чтобы чистить, как бы, знаете, ну, условно говоря, полировать, чистить сосуды, духовные сосуды, которые нам удалось восстановить. Читатель нашего сайта знает, у нас есть ответы и материалы, которые, это сверхкатастрофа, нужно поисковик завести и так далее, когда при сотворении мира, еще до того, как Адам был, еще до всего, в самом начале уже духовные миры таким образом были созданы, чтобы получилась колоссальная катастрофа, поломка. Это для того, чтобы дать возможность человеку иметь смысл жизни, потому что Всевышний все творит идеально, а если есть идеальность, такая, то нечего делать, а если нет чего делать, то нет смысла жизни, чтобы создать смысл жизни, Творец все так построил, что произошли поломки в духовных мирах. Их чинить и ремонтировать поручено, я упрощаю все, прохожу, как говорится, разные этапы, поручено народу Израиля через заповеди Торы, в самом широком смысле этого слова, через такие заповеди, которые связаны с делами, связаны с эмоциями, связаны с мыслями, во всех областях есть что делать, и это все называется выполнение заповеди Тора. И все приводит к ремонту этих поломок. прекрасно. Эти сосуды будут отремонтированы за 6000 лет. А в 7-м тысячелетии что нужно делать? Образно говоря, полировать, чистить, доводить до совершенства. Каким образом? Через соблюдение закона Торы в их глубинных аспектах. Не бытовых, а глубинных аспектах. Это и есть работа 7-го тысячелетия. Ну и 8-е уже, как я сказал, нельзя нам представить, потому что никак ничего не связано с материальным миром, даже с самым прозрачным. Так мы не будем об этом говорить. Это значит, назовем это так, я сейчас сам придумал, можно это принять, можно не принять, неважно, переживание души человека. Переживание души человека будет в 8-м тысячелетия. Потому что работа связана с чем-то делами какими-то и даже эмоциями и мыслями связанными с делами. Этого не будет. Будет только переживание высочайшего порядка. Ну вот немножко заглянули в 8-е тысячелетие, хотя в моих глазах это ничего особенно не стоит, потому что нам нужно сконцентрироваться, что нам делать в нашем, когда завершается 6-е тысячелетие. Это наша задача, этим надо заниматься. И это все зависит от нас, чтобы, как я уже говорил в начале, пойти по легкому пути или пойти по трудному пути. Будем надеяться, что мы пойдем по легкому пути. То есть через активное, с хорошим настроением, с радостным настроением, соблюдением законов Торы, во всяких нюансах и во всем. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok